для этого десерта возьмем форму примерно 28 на 27 на 18 но у меня чуть-чуть побольше потому что у меня закругленные края и вот так я разложила печенье с авоярди где-то вот отрезала и еще у меня осталась 2 пачка это получается вся пачка 200 грамм и вот 2 остался где-то примерно половину я потом измельчу блендером печенье я пока выложила из формы и теперь обильно смазываем силиконовой кисточкой форму маслом растительным ибо бака тоже смазываем берем глубокую миску сюда наливаем немного молока и вот чуть-чуть подогрела несколько секунд держим печенье обмакиваем и выкладываем форму долго не держим может размякнуть уже размякла чуть окунули и хватит и выкладываем форму далее приготовили кастрюльку и здесь смешиваем желток крахмал и сахар все перемешиваем и теперь сюда добавляем сливки тщательно перемешиваем венчиком сюда вливаю литр молока и хорошенько перемешаем теперь я включила огонь буду варить до загустения и постоянно помешиваем уже постепенно масса становится плотной постепенно густеет мы продолжаем помешивать и теперь сюда добавляем шоколад и ждем пока он растопится и снова венчиком хорошо перемешиваем хорошо растапливается какой красивый шоколадный цвет приобретает и теперь выливаем нашу массу на печенье разровняем так лопаточкой вот такая у нас получается муссовая масса сейчас пока оставим немного остудиться при комнатной температуре и затем уберем на три часа в холодильник его переверну но ножиком прошлась по краям он уже хорошо походит сейчас переверну нужно другую тарелку посыпем размельченными печеньями вот такой получается красивый десерт торт суфле здесь печенье савоярди стало как бисквит очень-очень вкусно прям такой нежный изумительный вкус пробуйте тоже приготовить такой торт суфле с печеньем савоярди всем приятного аппетита ставьте лайки подписывайтесь на канал Алия сладкоежка и до новых встреч до новых встреч до новых встреч 1972 стима совпадение